Рад приветствовать вас, и мы продолжаем с вами традицию Адвента. Слово «Адвентус» с латыни означает «приход» или «пришествие». И, возможно, вы не знали значение этого слова. И Церковь вот уже много веков перед Рождеством использует эти несколько недель, чтобы размышлять над темой Рождества Христова. Но также слово «Адвент» имеет и более широкий контекст. Друзья, мы размышляем над вторым пришествием Иисуса. Церковь невеста Христа ждет своего жениха. И вот сегодня мы поговорим с вами на тему радости. И хотел бы озадачить нас всех таким вопросом. Какую радость мы с вами ищем? Конечно же, напрашивается ответ. Сергей, разве есть один правильный ответ на этот вопрос? Ведь мы все разные. Радость ребенка, она по-своему, он ищет свою радость. Радость мужчины другая, радость женщины третья. Радость старшего человека, возможно, в другом заключается. Как ответить на этот вопрос? Какую радость мы ищем? Ведь мы разные. Но позвольте предположить один тезис, сделать такое одно небольшое предположение. О том, что каждый из нас ищет радость, которая долговечна. Женщина покупает сковородку, держит ее в руках, хозяйка, и хочет купить хорошую сковородку. Правда, женщины, мамы, хозяйки? Чтобы она долго служила. Может быть, не месяц, не два, и даже не год. Вот причина, потому что в нас, творцом, заложен поиск вот этой внутренней радости. Мы хотим, чтобы этот предмет или вещь приобретения, которую мы возьмем, чтобы он долго радовал нас. И так можно о других вещах говорить. Парень покупает мобильный телефон, Apple это или Android. Он долго выбирает, советуется и хочет взять вещь, которая будет долго служить. Мы выбираем друга и хотим так, чтобы раз на всю жизнь. Молодые люди ищут спутника жизни. Не для краткосрочных взаимоотношений, которые, в принципе, пропагандируются сейчас. Мы живем такое время одноразовых вещей. Но все равно глубоко внутри, если спросить искренне, каждый хочет иметь спутника жизни на всю жизнь. Так, чтобы не разлей вода. Так, чтобы до самой смерти. Профессию. Люди выбирают и тоже хотят профессию взять перспективную, чтобы это радовало. На протяжении длительного периода жизни можно было бы иметь какие-то средства и радоваться. Бог заложил в нас таких разных поиск вот этой вот долгосрочной радости. Можем попробовать такую диаграмму с вами изобразить. Вот, знаете, рейтинг радости. По одной оси значимость. Не вся радость, она одинаково значима. Как и вещи в нашей, есть более ценные в нашей жизни, там, менее ценные. И по другой оси продолжительность. И вот есть радость как вдохновение. Самый такой начальный уровень, можно так сказать, радости. Это эмоции. Это когда мы переживаем что-то особенное. Вот молодые люди, которые крестились сегодня. Да, особенная такая эмоция, вдохновение. Когда мы попадаем на день рождения или на свадьбу, или на какую-то конференцию, или посмотрели хороший фильм, есть у нас вот радость как вдохновение, как эмоции. Но она недолговечна, она потом проходит, сменяется другой радостью или печалью. Есть что-то более, может быть, долгосрочное, как приобретение. Мы приобретаем какую-то вещь и рассчитываем, что она будет радовать нас. И вот знаете, на Рождество многие родители делают подарки своим детям или на Новый год. И у подарка есть такое предвкушение радости. Ребенок берет этот подарок, открывает его. И в таком случае он радуется. Но есть и разочарования иногда, связанные с подарками. Какие могут быть разочарования? Первое разочарование, когда он открывает и видит там не то, что он хотел. Это не то, что было в его ожиданиях. Но есть еще одно разочарование, и кто-то сказал, что оно даже более глубокое. Это когда со временем вот этот вот подарок, который ты хотел, он теряет свою значимость, теряет свою радость. И мы отправляемся в поиски новой радости, чего-то более значимого, чего-то более весомого. Есть радость в достижениях. Кто-то мечтает прославиться, войти в Книгу рекордов Гиннесса или сделать что-то великое. И есть радость во взаимоотношениях. Многие люди согласны с тем, что радость именно во взаимоотношениях наиболее долгосрочная. То есть когда у человека есть семья, у него есть дети, он вкладывает в будущее поколение. Вот на старости лет он смотрит, и каждый думает, я не зря прожил свою жизнь. Если даже нету семьи, мы, как христиане, знаем, что есть ученичество, делать учеников Христа, рассказывать Евангелие или просто заботиться о людях. Это долгосрочная перспектива. Это то, что нас радует. Но сегодня я бы хотел, чтобы мы поговорили еще об одном таком уровне радости. Эта радость отличается от всех тех, о которых мы говорили только что. Это радость в Боге. Она абсолютная. Она не зависит от того, есть ли у тебя друг или нет. Она не зависит от срока годности какого-то предмета или приобретения, будь то автомобиль или квартира, или машина, чего-то другого, может быть, достижения какого-то значимого. Это радость абсолютная, и вот о ней мы будем сегодня с вами размышлять. Я назвал эту проповедь «Радость без срока годности». Радость без срока годности. Мы поговорим о свойствах этой Божьей радости и узнаем, что есть три причины, почему мы можем сказать, что радость, которую мы получаем от Бога, она долгосрочная. Во-первых, потому что источником этой радости является радостный Бог. Во-вторых, мы узнаем с вами о том, что радость эта долгосрочная, потому что она сосредоточена на Боге, который вечен, и поэтому она по природе своей тоже вечна. И третье, мы узнаем с вами из этого текста, из Исаии 9 главы, что радость вот эта, о которой будем размышлять, она является частью Божьего Царства. А Божье Царство, оно оптимистично и вечно. И поэтому радость, которая в нем, она также вечная. Давайте мы откроем с вами, друзья, из Исаии 9 главы. Я очень попросил бы вас, у кого из вас есть Библии или она у вас в мобильном телефоне, откройте вместе со мной Исаия 9 главу. Мы будем стих за стихом смотреть историю одного пророчества. Очень интересное пророчество. За 700 лет до пришествия Христа пророк Исаия что-то увидел, Господь что-то особенное открыл ему, и мы отправимся с вами в исследование, в изучение этого пророчества. Исаия 9 глава. Давайте будем читать с вами с первого стиха. «Прошлое принизило землю Завулона и землю Нефалима, но грядущее прославит языческую Галилею на пути к морю за Иорданом». Что-то говорит он о некоторых землях. Мы встречаем упоминание здесь земли Завулона и земли Нефалима. Как известно, израильская земля была разделена на 12 уделов, на 12 колен. И вот пророк говорит о том, что что-то произошло в прошлом, что эти два колена, они были унижены. Речь идет, друзья, об ассирийском пленении, об очень тяжелом периоде для северных земель. В 722 году Феглафегласар, царь Ассирии, вторгся в территорию, в северную часть Израиля, и десятки тысяч людей были забраны в плен. И вот пророк говорит о том, что эти земли, они пережили вот это унижение. Но у Бога есть определенный какой-то план. И давайте мы посмотрим с вами следующий стих, как развивается это пророчество. «Народ, идущий во тьме, говорит Исаия, увидел великий свет». Он называет вот это смутное время, вот эти колена, вот эту галилею языческую, народом, идущим во тьме. «Он увидел великий свет, на живущих в стране смертной тени воссиял свет». Давайте попробуем немножко проникнуться больше этим образом. Почему он говорит, что люди, которым обращено это пророчество, они подобны людям, которые идут во тьме. Мы можем вспомнить те неловкие ситуации из нашей жизни, когда вдруг пропадает неожиданное электричество, и мы вынуждены искать свечку или спичку или фонарик в своем доме, и мы идем, спотыкаясь во тьме. Но когда мы находимся в своем доме, мы хоть как-то знаем расположение комнат, вещей, а если неожиданно мы в другом месте находимся, вот мы где-то были в другом месте, и вдруг пропал свет, вот это есть чувство неуверенности. И вот именно с этим чувством неуверенности связано это пророчество. То, что переживал в тот момент Израиль, было жизнью во тьме. Мы читаем с вами из девятой главы, но вот раньше, в предыдущих главах, мы можем собрать вот этот образ, что именно было не так с евреями, с израильским обществом. В первой главе мы встречаем с вами пророка Исаия, такие слова, Бог осуждает их за пустую религиозность. Он говорит, перестаньте топтать мои пороги, жертвы ваши, они отвратительны для меня, потому что у людей была пустая религиозность. Они просто формально исполняли какие-то религиозные обычаи. Дальше мы читаем в этой же главе, что они не вступали за сироту и вдову. Понимаете, социально они не служили друг другу, и это было тьмой, в которую они были погружены. Правители были коррумпированы. Награбленное у бедных было в домах у богатых, 3 глава Исаии, 14 стих. Разврат был в моде, 3 глава, 16 стих. С самого утра люди просыпались и искали алкоголя, 5 глава Исаии, 11 стих. Мы видим, что общество погрязло в таком непонимании. Следующее, в 20 стихе написано, зло называют добром, а добро злом. Горькое сладким, сладкое горьким. Свет называют тьмой, а тьму называют светом. Все спуталось в этом обществе. Сбиты ценности, сбиты ориентиры. Судьи оправдывают виновных за взятки. Исаия, 5, 23. Обращаются к гадателям и чародеям. Исаия, 8, 21. Мы видим, что в предыдущих главах описано состояние вот этого израильского народа. И Бог вот в эту тьму обращается через пророка. У него есть что сказать. Он хочет своим светом просветить вот эту тьму, вот этот народ. Знаете, размышляя над этим отрывком, над этим стихом, мы невольно думаем, а что касательно Украины? Разве у нас не похожее нечто происходит сейчас? Разве жители Украины, многие, просыпаясь, не ищут с утра алкоголя? Разве нет у нас проблем с коррупцией? И вообще сам год 2020 достаточно тяжелый. Во многих мемах, знаете, таких вот шуточных, люди пытаются каким-то образом сглазить, сгладить немножко вот влияние этого года, да? 13 число говорит. Я самое зловещее число на свете, да? 666. Нет, я. 2020 год говорит. Здравствуйте. И в этой как бы иронии, в этом юморе, на самом деле, если мы глубже копнем, на самом деле очень много печали в этом меме. Потому что многие люди потеряли работу, кто-то потерял родных или близких, кто-то тяжело очень пережил свою болезнь. Мы знаем, что экономически отразилось около трех сотен миллиардов гривен экономический убыток Украины. Поэтому это очень непростой год. И кто его знает, каким будет год следующий? Мы тоже сейчас похожи на людей, которые идут во тьме. Знаете, многие корпорации, которые раньше планировали бюджеты, свои какие-то стратегии на 5 лет, на 3 года, сейчас говорят, мы планируем на 3 месяца. Потому что на самом деле все очень шатко, очень неизвестно. И кто его знает, каким будет мем? Может быть, в следующем году мы увидим картинку, 2021 год будет самым страшным числом. Мы не знаем. Очень похожа ситуация на то, что было в то время, о котором мы читаем. И вот в эту тьму Бог посылает свой свет. Бог не оставляет свой народ во тьме. Ты умножил народ, мы читаем 3 стих, увеличил их радость. Пророк пророчески видит, что что-то начинает меняться в этих коленах, в этой галилеи языческой. Они радуются перед тобой, как радуются во время жатвы, как ликуют деля добычу. Что означает фраза «умножил народ»? Люди обзавелись семьями. У них есть потомство. Пришла определенная безопасность. И кто является источником этой радости? Не просто, что они написано взяли и сами справились, рассеяли эту густую тьму. Но здесь есть источники. Вот первое свойство радости от Бога, долговечной радости, она потому долговечна, что источником ее является радостный Бог. Для многих из нас это словосочетание достаточно необычное. Радостный Бог. Мы привыкли говорить больше «святой Бог», «любящий Бог». Но давайте посмотрим тексты из Священного Писания, которые говорят нам о том, что Бог является Богом по своей природе радостным. Семь таких текстов. Первое. Бог радуется при сотворении мира. Притча 8.30. Образно Соломон описывает мудрость в образе женщины, и вот эта мудрость от имени Бога, от лица Божьего, говорит такие слова. «Тогда я была при нем, как ремесленник. Я была его ежедневной радостью и всегда ликовала перед ним». Когда Бог творил этот мир, Он радовался. «Я была», говорит мудрость, «ежедневной радостью». В первый день творения, второй, третий, четвертый, Бог с радостью сотворил наш мир. Второе. Сказано, что Он радуется своему народу. В Сафонии 3.17 сказано, что Он ликует, а в Исаии сказано, что Он радуется как жених. Послушайте. «Как юноша сочетается с девушкой, так сочетается с тобой сыновья твои. И как жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой». Для Ближнего Востока образ свадьбы – это самое радостное, наверное, что можно употребить в качестве сравнения. Жених радуется своей невесте, люди водят хороводы, много радости, много веселья, и вот так Бог радуется своему народу. Удивительно. Третье. Бог радуется нашему возвращению, как отец. Мы вспоминаем историю, Иисус рассказал притчу, притчу о любящем отце, у которого было два сына. Один из них, Мот и пьяница, промотал все свое имение, свою часть наследства, и он возвращается к отцу, и отец бежит навстречу, обнимает его, целует его, а потом говорит слугам, «Заколите барашка, заколите огненка, будем радоваться и веселиться». И это образ Отца Небесного, Иисус рисует в этой притче. Бог рад нашему возвращению, Он рад нашему раскаянию, когда мы приходим к Нему. Следующее. Бог призывает служить с радостью и радоваться. Бог является радостным, и поэтому служение Ему, Он мыслит, Он видит, как служение радости. Псалом 99,2. Служите Господу с весельем, идите пред лицо Его с восклицанием. Вот где радость, когда мы поем, вот где такое действительно исполненное настоящее весельем сердце. Бог призывает нас служить Ему с радостью, и не только когда поем, и другие виды служения. Бог желает, чтобы наша радость была полной. Иоанна 16,24. Иисус говорит своему ученикам однажды, «До ныне, до сегодняшнего дня, вы ничего не просили во имя Мое, просите и получите, то есть Бог хочет отвечать на молитвы». Для чего? Чтобы радость ваша, она была совершенной. Чтобы она не была сиюминутной, не была краткосрочной. Но у Бога есть желание, чтобы наша радость, она была совершенной, потому что Он сам обладает такой радостью. Иисус помазан маслом радости более других. В евреям сказано, более соучастникам твоих. Это удивительный текст. Мы с вами очень сильно подпали под влияние такой восточной части церкви. Под влияние греческой философии, что Бог, Он бесстрастный, у Него нет чувств. Вот почему в храмах часто такая тишина и такое благоговение. И тишина и благоговение — это тоже хорошо. Но мы не должны ни в коем случае понимать, что вот такой именно образ у Бога. Образ у Бога, как мы читаем в Писании, Бог есть радостный Бог. И Иисус помазан маслом радости более других. Да, мы никогда не видели иконы, на котором Иисус бы улыбался. Потому что есть отпечаток вот этого влияния. Вот почему нам важно строить свое богословие из Писания. Смотреть то, как говорит об этом Библия. И еще один текст, мне он очень нравится. Матфея 25 глава, 21 стих. О том, что Господь приготовил вечную радость своим слугам. Он говорит, «Войди, добрый верный раб, войди в радость Господина твоего». Подумайте над этими словами, друзья. Слуга трудился, и Господин мог бы сказать, «Войди в труд Господина твоего». Еще больше труд тебя ждет, ты можешь еще больше потрудиться. Или «Войди в дом Господина твоего», что было бы уже наградой. Но как Господь описывает атмосферу, которая в его доме царит, в доме этого Господина? Одним словом, это радость. Он говорит, «Добрый верный раб, войди теперь в радость». Я имею радость, и с тобой хочу разделить эту радость. Это очень вдохновляющие тексты, которые открывают нам Бога, Бога радости. Вы знаете, изучая эту тему, я узнал о том, что есть такое психологическое расстройство у человека. Называется оно алекситимия. Алекситимия. Сокращенно, врачи называют людей, у которых есть это расстройство, алексами. Это не связано с именем. В чем суть этого расстройства? Человек не может объяснить свои чувства. Он перестал чувствовать. Кто-то, кто из нас пережил COVID-19, говорят, что потеря из вкуса, запаха. Точно так же, это та же самая тема, только с чувствами. То есть человек не может знать, хорошо это или плохо. Если руки в дрожь бросило, значит, сейчас ему страшно. Он говорит, «Мне, наверное, сейчас страшно». То есть он не может это прощупать. И вот, почему я вспомнил про алекситимию? Потому что Бог не страдает этим расстройством, друзья. Он является Богом радости. И сейчас мы изучаем эту часть его эмоций. Но Библия также говорит, что у него есть гнев, что у него есть сострадание, и у него есть печаль, у него есть множество различных эмоций. И поэтому мы должны понимать образ Бога во всей полноте. И вот что дальше? Значит, пророчество продолжается. Возвращаемся к нашему тексту. Пророчество говорит о том, что эти люди, вот это Галилея языческая, которые были во тьме, туда Божий прожектор, Божий свет просиял, и они начинают радоваться, и они радуются перед тобой. Еще одна характеристика Божьей радости. Почему она долгосрочная? Потому что она сосредоточена на Боге. А как иначе, друзья? Если мое внимание приковано какой-то временной вещи, эта временная вещь не может давать мне постоянную радость. Все, к чему приковано мое внимание, рано или поздно выйдет из моего поля зрения. К сожалению, и хорошие люди уходят из нашей жизни. Мы не можем иметь вечную радость, зацепившись за что-то временное. Вот почему Божье Слово переориентирует нас, я думаю, сегодня в это утро, чтобы мы смотрели на вечность, чтобы мы смотрели на нашего Отца, который является Богом радостным. И когда мы смотрим на Него, наша радость перед Ним, это радость тогда долгосрочная. Так мы видим здесь, в этом образе. Они радуются во время жатвы, как ликуют деля добычу. Знакомые для слушателей пророка Исаии слова. «Радость во время жатвы». Вон на Ближнем Востоке после свадьбы, это, наверное, номер два события, когда люди пожинают урожай, дозрело как раз молодое вино, они водят хороводы, они ликуют, веселятся и благодарят Всевышнего за то, что Он дал урожай. Это очень радостное событие. Поэтому мы видим, что пророчество, это открывает, что люди начнут радоваться именно так. «Как ликуют, деля добычу». Вторая часть этого пророчества. Когда трофей с войны достался очень хороший, и люди делят добычу и ликуют. Может быть, нам ближе образы, мы бы сказали, если бы мы жили в то время, не такие образы использовали, а другие. Например, когда премию дают к зарплате. Такая радость нам больше знакома, когда помимо зарплаты есть еще какие-то дополнительные бонусы. Или же помните тот случай, когда кто-то приезжал из командировки, возможно, родственники, или отец, или мать. И когда вы бежали открыть этот кулёк и пакет посмотреть, и поделить эту добычу, что там привезли или принесли. То есть образ радости мы видим здесь такой во всей полноте. Но давайте продолжим чтение. Потому что пророчество развивается, оно распускается подобно бутону. «Ведь как в день поражения Мадиана ты сломал тяготившие их ярмо, говорит Исаия, сломал брус у них на плечах и палку притеснителя, всякая обувь воинов, бывшая в битве, то есть вот эти вражеские сапоги, которые топтали эту землю, и всякая одежда, обогрённую кровью, будут отданы на сожжение, станут пищей огня». Он использует образ, что всё это оружие, всё будет уничтожено, и наступит такой мир. Но здесь для нас непонятны вот эти слова, друзья, скорее всего. «В день поражения Мадиан». Что это за день? Это образ радости. Этот день очень хорошо знаком слушателям. Это нам нужно в это утро напомнить, что речь идёт о поражении Мадианитян, когда судья по имени Гедеон и 300 человек с ним поразили в армию численностью 135 тысяч. В 450 раз численностью их превышала армия, и Бог использует очень простое орудие, кувшины со светом. Кто-то сказал, что это был день победы света и глиняных горшков над огромной армией. И вот здесь, в этом пророчестве, Исайя не случайно использует этот образ. Следующий стих, который мы будем читать, он покажет суть, что же за радость пришла. Но здесь не случайно использован этот образ, что будет точно так же, пророчество используется, как в день, когда Бог взял что-то слабое. Потому что день Мадиана, как раз все знают, как небольшая горстка людей победила многотысячную армию. И много дней делили добычу, армия разбежалась. И что же произойдет? Давайте мы посмотрим с вами следующий текст, шестой. Ведь младенец родился нам, вот к чему вел пророк. Вот как исполняется вот этот Божий свет, как он проникает в эту тьму. Сын дан нам, будет власть у него на плечах, и он будет назван чудесный советник, могучий Бог, вечный Отец, князь мира. Бог решил вмешаться в эту тьму. И ответом его на эту тьму является рождение младенца. Помните, как в день Мадиана, что-то неожиданное, это не рыцарь на белом коне, рождается младенец. И у этого младенца есть несколько слов, которые его описывают. Иоанн говорит о том, что в нем была жизнь, когда пришел Христос, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Здесь мы видим вот эти образы, что Иисус Христос назван младенцем, Он назван Сыном, чудесным советником, могучим Богом, вечным Отцом и князем мира. И в это утро, я думаю, хорошо, чтобы каждый из нас мог дать ответ себе на такой вопрос. Кто для меня сегодня, в это утро, Иисус Христос? Если для тебя, дорогой друг, Он просто младенец, радость твоя закончится вместе тогда с Рождеством. Отшумят рождественские праздники, снимут гирлянды, и радость уйдет вместе с ними. Потому что Христос больше, чем младенец. Может быть, для кого-то из нас Он сын и чудесный советник, просто пример для подражания. И мы можем напоминать своим детям хорошие заповеди Христа и говорить, ну, Христос учил любить ближнего, Он хороший моральный учитель. Но Слово Божье говорит, что да, нам нужны советы, нам нужен этот советник, но Он больше, Христос больше. Может быть, поэтому, кстати, у нас и часто нету радости, мы прислушиваемся к другим советам, не к Божьим. И поэтому мы разочарованы. Христос — это ответ, это чудесный советник нашей жизни. Следующий, он назван здесь могучим Богом, Богом сильным. Эль Гебор, Бог сильный. Может быть, поэтому у нас с вами нету радости часто, потому что мы слишком много взваливаем на свои плечи и стараемся разгребсти как-то свою ситуацию собственными силами. Но у Бога есть ответ, Он посылает Бога сильного, Он посылает Христа, чтобы Он мог помочь нам. Вечный Отец, то есть тот, кто обеспечивает вечность. Может быть, поэтому нету радости у некоторых из нас, потому что мы не знаем, где мы будем проводить вечность. И поэтому у Бога есть ответ, Христос является ответом. Он является Отцом Вечности для тебя и для меня. И последняя характеристика, Он является князем мира. Не в значении, что всего мира, об этом говорят другие тексты, но в значении мира, как отсутствие конфликта, мира как шалома, мира как восстановленных взаимоотношений с Богом. Он для этого пришел, Он прожил земную жизнь, Он умер и воскрес, чтобы восстановить отношения с живым Богом, с Творцом. Но Он также является князем мира для наших семей. Вот как мужья и жены могут урегулировать конфликты, слушаясь Христа, прощая друг друга. Вот как дети могут примириться со своими родителями, потому что Иисус является князем мира. Кем для тебя в это утро, в этот день, является Иисус Христос? Время ответить на этот вопрос. И знаете, когда я размышлял над тем, что сделал Бог, как Он посылает вот в эту тьму своего Сына, я вспомнил пример. Недавно мы смотрели фильм с семьей. Фильм снят был 10 лет назад на основании реальной истории, которая произошла в штате Массачусетс. Кенни Уотерс был осужден в 1983 году на пожизненное заключение за убийство своей соседки. Он вел такой сомнительный образ жизни, и когда ему повесили на него это дело, в общем, не было никаких доказательств, и он сел пожизненно. Но его родная сестра не верила в его вину. И она пыталась всячески вытащить его из тюрьмы. Но что она может сделать? И ей пришла в голову такая мысль. Она выучилась на юриста. Пока он сидел в тюрьме, прошло 16 долгих лет, она выучилась на юриста. Добилась того, чтобы улики не уничтожили. По этому делу через 10 лет уничтожаются улики. Она добилась того, чтобы их не уничтожили. И в 1999 году она добилась того, чтобы результаты экспертизы вот с этих улик попали на тест ДНК. И тест ДНК показал, что Кенни Уотерс не убийца, его оправдали. В общей сложности это заняло 18 лет. Представляете, она боролась за него 18 лет, и его выпустили на свободу. Там в конце заканчивается фотография, так как это все на реальных событиях. И вот фильм заканчивается таким моментом, они сидят на берегу озера, и этот Кенни говорит своей сестре, говорит, «Я знал, что ты меня не бросишь. Я знал, что ты за меня постоянно борешься». Он говорит, «Почему ты знал? Откуда у тебя была такая уверенность?» Он говорит, «Потому что ты меня любишь». И вот я подумал, то же самое сделал Господь, только намного больше. Он не бросит нас, Он не бросил свой народ, потому что Он борется за нас, когда мы в трудности, когда мы во тьме, когда мы ходим, спотыкаясь, потому что Он нас любит. Но вот что интересно в этом фильме, значит, вот эта Бетти Энн, она очень негативно реагировала, когда говорили, да может быть, он виноват. Она там поссорилась с своей подругой из-за этого, то есть она знала, что он не виноват и боролась за него. Знаете, что делает Бог? Он делает больше. Он видит, что мы виноваты. Писание говорит о том, что мы все согрешили, лишены славы Божьей. И Он продолжает бороться до конца за виноватых. Вот в чем Его любовь больше. Вот что делает Он для каждого из нас. Вот почему пришел Христос. И заканчивается это удивительное пророчество седьмым стихом. Давайте прочитаем его. Умножение власти Его и мира нет конца. Правит Он на престоле Давида царством Его, утверждая и поддерживая Его правосудием и праведностью отныне и вовеки. Ревность Господа сил сделает это. Исайя, это настолько звучало невероятно, что Исайи приходится добавить вот эту фразу, что ревность Бога точно, то есть сделает, это точно сбудется. В бедственном положении находился в то время израильский народ, и для них это пророчество было ярким светом. И эти слова были как печать, последнее подтверждение. Посвящение Бога своему народу обязательно сделает это с гарантией, так и произойдет. Но что же произойдет? Смотрите, какой здесь образ красивый. Образ царства, которое установлено и которое умножается и вечно и не имеет границ. Вот почему мы можем с вами сказать, что радость Бога, она долговечна, потому что она является Божьего царства, частью Божьего царства, которое оптимистично и которое долговечна. Помните, в Писании сказано, что царствие Божие это не пища и питье, а что? Праведность, мир и радость во Святом Духе. Праведность и радость, они очень тесно связаны. Мы увидим в этом тексте, что когда будет царствовать Христос на своем престоле, то Он будет царствовать правосудием и праведностью. Не так, как мы читали об этом в начале, когда я цитировал тревки из первой главы, третьей, пятой, где люди неправедно поступают. Оттого и радости у них нет. Потому что, когда мы грешим перед Богом, мы не можем в этот момент иметь радость от Него. Это взаимоисключающее понятие. Но когда мы послушны Богу, вот где приходит настоящая радость. Поэтому Христос является послушным, дает образец для послушных, и поэтому царство Его оптимистично и долговечно. Почему я использовал здесь слово оптимистично? Вообще, по жизни, я думаю, многие из нас любят таких оптимистов, которые в тяжелый момент подойдут и скажут, братишка, держись, все хорошо, прорвемся, или там, сестричка, все, не унывай. И мы такие думаем, ну, хорошо. И вот мало кто из нас осмеливается задать вопрос, если этот человек не верующий, он так нас ободряет, и можно спросить, а за что держаться? Ну, держись, воздух, да, то есть держись, но экономику, она рушится, на человека. Человек бывает, даже если хочет помочь, ну, как бы, часто у человека, у самого своих проблем хватает. И вот просто держись, вот это такой мыльный оптимизм, как большой мыльный пузырь. Но христианский оптимизм, он основательный. У нас есть за кого держаться. Христос прожил земную жизнь, Он прожил непростую жизнь, жизнь страданий, Он выдержал все испытания, пошел на Голговский крест, Он умер, был погребен, были свидетели, и Он воскрес. И эту радость, являясь сам Богом радость, Он может дать. И Его царство установлено, и оно развивается. И вот основание для нашего оптимизма. Мы можем держаться за Бога. Он верен в своих словах, то, что Он сказал, то обязательно сбудется. Вот эти слова, которые Исаия говорил за 700 лет, позже цитирует Матфей. Исаия говорит о том, что народ, находящийся во тьме, сидящий во тьме, увидит свет великий. Но как цитирует эти слова евангелист Матфей? Он цитирует их в прошедшем времени. Он говорит, народ, находящийся во тьме, увидел свет великий. Пророчество исполнилось. Сын Божий пришел. Поэтому у нас есть надежда. Мы можем полагаться на Его верность. Давайте подытожим. Радость от Бога, она долговечна. По трем причинам. Первая, потому что она исходит от Бога, который является Богом радости. Я думаю, здесь нам хорошо было бы каждому из нас, может быть, прочитать какую-то книгу на эту тему. Немножко развить в своей жизни вот это богословие Бога радости, которое у нас утрачено ввиду культуры, различных обстоятельств. Можно посмотреть проповедь на канале ИБЦС «Повертающий радость». Михаил Черенков проповедовал. Есть сериал такой, не знаю, кто-то из вас, может быть, видел, христианский, хороший, «Чузен, избранные». И там очень необычный образ Иисуса. Вначале он даже может показаться странным. Там радостный Иисус. Радостный, он с детьми радостный, на свадьбе радостный, он с учениками, он шутит, он действительно, он радостный, он живой. И, может быть, иногда вот даже стоит окунуться в какое-то современное творчество, чтобы каким-то образом подчеркнуть вот эту картинку, недостающий пазл. Потому что мы чаще говорим о Божьей справедливости, и Он справедлив. Мы чаще говорим о Его воздаянии, и Он воздаст. Но Он также является Богом радости. Об этом нам важно размышлять. Она сосредоточена на Боге. Все, что сосредоточено на временном, мы говорили, оно временное. То, что сосредоточено на вечном, оно имеет вечную подпитку. Она является частью Царства Божьего, которое долговечно и оптимистично. Если бы мы нарисовали с вами график, то мир, в котором мы с вами живем, мир внешний, мир физический, он клеит. На самом деле, график выглядел бы так. Мир идет к своему завершению. Говоря простыми, может быть, нам словами, мир — это как титаник, он тонет. И Бог не собирается его реставрировать. Бог не будет чинить этот титаник, который тонет. Но вместо с этим, что Он сделал? В этот тонущий мир мы, стареющие, ветшающие, все приходит к своему концу. В этот тонущий мир Бог посылает Своё Слово, посылает Сына, и с маленького зерна, зернышка Царства, Царство начинает расти. И это совсем другая перспектива, обратная перспектива. И вот мы с вами находимся между двумя этими мирами. С одной стороны, тело наше тлеет, мы находимся в мире, который тонет, но с другой стороны, у нас обоснованный оптимизм, потому что Царство Божие началось с одного человека, потом 12 апостолов, они рассказали другим. Оно растет. И оно будет расти до тех пор, как мы считали. До каких пор? Беспредельно, бесконечно оно будет расти и развиваться. Вот в этом и есть наша с вами христианская радость и надежда. Несколько вопросов, которые хотелось бы оставить. Буквально два вопроса для размышления. Первый вопрос. «Имею ли я вот эту Божью радость?» Прежде всего, вопрос адресован тем, кто еще не впустил этот Божий прожектор, Божий свет в свою жизнь, не впустил Иисуса Христа. Хочу сказать вам, друзья, Бог приготовил для вас чудесный ответ. Он хочет забрать все ваши грехи, не мучить в своих грехах. Христос пришел, чтобы забрать их. Он хочет забрать волнение, дать спокойствие, забрать конфликт с именем, дать мир. Для этого пришел Христос. Имеешь ли ты эту радость? Как это сделать? Когда мы каемся, признаем, капитулируем перед Богом, говорим, Господи, я виноват, мы сдаемся. Бог одерживает победу в нашем сердце, Бог царствует в нашем сердце. Поэтому это покаяние. Но с другой стороны, многие из нас верующие, мы уже давно покаялись, Христос в нашем сердце, и тоже нету радости. Что можно таким, в этой теме поразмышлять, посоветовать? Недавно мы с супругой беседовали, она сказала такие слова. Трагедия многих современных христиан в том, что они не научились быть радостными с Богом. Современное христианство, поверхностное, лишает нас радости с Богом. Мы не привыкли строить с ним глубоких отношений, наслаждаться, радоваться. Как-то связано это, может быть, с поверхностностью, не уделяем достаточно времени, не вникаем, потому что все вокруг живут поверхностно, одноразово, и мы поддаемся влиянию этой культуры. Поэтому важно, чтобы у нас была глубокая жизнь, тихое время с Богом, время молитв, время, когда мы делимся с нашими друзьями, чтобы мы научились радоваться Ему. Помните этот график? Есть временные вещи, но есть радость, которая ничего не зависит. Радость Бога, независимо от того, потерял ты или приобрел, кто-то оставил тебя, предал или не предал, это что-то запредельное, то, что мы должны развивать в своей жизни. И второй вопрос. С кем я поделюсь радостной вестью? Рождественские праздники, Адвент, хорошая возможность пригласить людей в церковь, на домашнюю группу, пригласить людей посмотреть какое-то видео хорошее по этой теме и делиться с радостью. Кстати, заметьте, как называется послание, которое дано христианам. Радостная весть, потому что Бог является Богом радости, Он приходит во тьму, меняет обстоятельства, и поэтому послание у Него для людей, которые ходят во тьме, радостное. Поэтому важно это делать. И знаете, это вот часть моей жизненной истории. Я вспоминаю, когда Виктор рассказывал мне о Боге. Что я помню сейчас на данный момент? Я честно вам скажу, я не помню, что Он мне говорил о Боге, но я помню, как Он это говорил. Он ехал с работы в церковь, и ехал уставший, стал у нас велосипед, возвращался назад, и я видел, что с церкви Он возвращался с сияющим лицом. И вот это меня подкупило. Я подумал, мне нужно сходить в эту церковь. Поэтому то, как мы говорим радостную весть, имеет также большое значение. Бог является Богом радости. Радость долговечная с Иисусом Христом, друзья. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok